Вчера появилась информация, что Тадеуш Кандрусевич не смог въехать в Беларусь. И ни пограничники, ни другие ведомства пока не комментируют, но все понимают, что, наверное, дело серьезное. И у вас наверняка есть полная информация. Я не скажу, что, наверное, у меня полная, потому что она меняется. Мы изучаем вопрос. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих, выезжающих. Этот господин неожиданно выехал, как мы сейчас видим, для консультаций под Варшавой. Получив определенные задачи, он возвращался сюда и попал вот под этот список. У нас с россиянам он общий, не въездник. И не только он один, просто он более известная фигура. Мы начали изучать. Если там все чисто и по закону, мы поступим по закону. Если там нарушение закона, значит, ответит по закону. Нам не важно, кто он, главный католик или главный православный, или главный мусульман, ты должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих католиков, которые прекрасные люди, ну тогда двойная ответственность. И потом, ну вы же посмотрите, мы же костелы не закрыли. Даже если они вели анти-Лукашенковскую, антигосударственную пропаганду, мы их не закрыли. Наоборот, мы их пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели вот на площади, правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали. И наоборот, я у ребят потом непосредственно, вот когда с ОМОНовцами стоял, я у них спрашивал, он говорит, да вы что, Александр Ильич, мы защищали, чтобы эта толпа не рынулась в костел, а преподнесли как. Поэтому, какие бы там личности ни были, Кондрусевичи, Лукашенки и прочие, костелы работали и будут работать. Потому что молитва, верующая, их дорога к храму, это для меня святое. Я всегда говорил о том, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к своему храму. И мы это свято соблюдали. Поэтому никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульмане и иудеи, кто бы здесь ни был, мы никогда этого не допустим. Потому что это наша гордость, конфессиональный мир, национальный мир и так далее. Мы всегда этим гордились и будем гордиться. Это все пройдет. Вот эти хождения по улицам и заявления, что нас полмиллиона, нас миллион, вот все, все, власть рухнет. Слушайте, если их было миллион, мы бы уже с вами не разговаривали здесь.